Добрый ранец. Восвятая служба информации и телерадиокомпании «Гомель» у студии для вас працует Наталья Игнатенко. Добрый ранец. На участках, где будут проходить выборы депутаты у Палаты представников национального схода Украины, начали работы кутки выборщиков. Мясовые жахары могут ознайомиться тут с ответственными законодательными актами и списами кандидатов. Олег Сенсеров наведал Житковицкий район. Житковицкая выборчая округа мая номер 39, а прича непосредственно Житковицкого у ее границы включены так само Петриковский и частка Ледицкого районов. Агульная конкурс выборщиков омаль 56 тысяч человек. Як и на попередних парламентских выборах, все это за один мандат у Житковицкой окрузе будут змогаться 4 кандидаты самому старейшему из этих. Зараз идет 64-й год, молодшему 48-м. Пакуль основный на керунок агитационной кампании сустречу в працонных коллективах. Хоть веймежу активный гэтую дейность потенциальных депутатов назвать Пакуль нега. Притым, что макчимысел у их шмат. Житковицкая выборчая округа по площади, напевно, одна из самых великих на Гомещине. На ее территории находится 121 выборчий участок, один из которых открытый у агроградку Людяневича. У складенном и удокладенном списе 611 жихаров двух соседних вёсок. Причем на участку зараз не только уже взробленный куток выборчика, а и практически готовое место, где будет проходить голосование. Для этих методов тут будет выкористовываться прозристая урна. И еще три дравляны заденчиваются по переднему голосованию и голосованию по месту жихарства. А почня для Людяневича у ведьмы актуальна. Тут шмата со старелого населенства. Причем самым старейшим выборщикам по 90-х годов, что третится у делу о выборах, то в Мясовом сельсовете переконанное, и он будет массовым, навык не глядите на тое, что на середину вересня препадает значная частка сельско-господарших работ, час пройти и зарабить выбор знойде кожным. Я, в принципе, не волнуюсь о том, что сельхозработ и уборка будет, и овощей, и картофеля у населения, учитывая то, что и сложившуюся практику, как наши избиратели участвуют в выборах прошлых и позапрошлых, я, в принципе, уверен, что наши избиратели в любое время придут к курнам. У нас досрочно активно участвуют люди. Участок для голосования номер 6 находится у будинку Житковской гимназии. Тут, в одокладенном списе, крыху больше 900 прозвищов. За увлеком такой колькости выборщиков участок разместили у тренажерной зали, где и место шмат, и ремонт до того ж недавно зарабили. У складе комиссии 11 человек. Люди вопытные и отказные. Минавито иные оформили куток выборщика, у яким усе основные документы, которые относятся к выборщикам процессу. До речи, сегодня на участке будет выкорастоваться так само специальный трафарет для людей со слабым взроком. Проблем подчас голосования возникнуть не повидно ни у кого. Накануне досрочного голосования, естественно, тоже будет проведено распределение обязанностей, будет составлен и утвержден, согласован на заседании комиссии график тежурства. Поэтому, да. Ну, естественно, уже накануне основного дня голосования, тогда тоже еще дополнительно какие-то будут произведены уточнения в плане распределения обязанностей между членами комиссии. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадуя компания «Гомель», Житковский район. До инших тем. На Гомельщине цены на продукцию не растут. По некоторых категориях товаров у вогулі назираются знижения цен. По гэтым показчику наш регион займае первое место в Украине. Об гэтым поведом и у начальник управления антимонопольной и ценовой политики гомельского облыканкама Андрей Сущевич. Специалисты управления два раза на тыдень проводят мониторинг гандлевых сеток Гомельской области. У выпадку роста цен на певную категорию товаров звертаются до гандляров и вытворцев. Каптеры слумачили, чем гэта обумовлена. С початку года факта у необгрунтованного повышения цен не выявлено. У свободном доступе есть товары не только от гомельских вытворцев. У крамах и на рынках представлены товары из усих областей краины. У пятницу 19-го жнивня начальник управления контролю Галин Господарки и Грошова кредитной сферы Комитета державного контроля Гомельской области Виктор Руноу проведе горячую телефонную линию с жихарами региона, подчас якой будет обмерковываться выполнение заказчиками терминов будовництва, шмат поверховых жилых домов, обгрунтованность кошту жилья. А так само и иншее питание. Звернуться на правую линию можно будет с 10 до 11.30 по номеру телефона у Гомели 23 83 91. У Гомели самый низкий узровень беспрацовья сиротобластных центров. Такую информацию подчас пресс-конференции поведомил начальник управления по праце занятостей социальной обороны Гарвы Конкама Александр Ключинский. Гэтый показчик трымается на узровне 1,1%. Кого зараз чекают на рынку працы? Расскажет Ольга Вальченко. Зараз на улику в службе занятостей стоят 2418 человек. Зразумело, гэта не полный спис городских беспрацовных. Колька же офицейных вакансий перевышает эту личбу. Их больше за 2,5 тысячи. Наймальники, дарычи, не зауседы информуют тюлады об усих наявных местах. Имкнутся знайсти работника уластными силами. Однако за опошние два годы ситуация и в этом аспекте полепшилась. Вакансий стало у три разы больше. Заявляются и новые места працы. В городе на сегодняшний день создано уже 1453 новых рабочих мест. На действующих предприятиях создано 830. На новых предприятиях 623. Планируется, что в пределах более 2000 рабочих мест будет создано и до конца текущего года. И эта задача поставлена, и эта задача будет выполнена. Как и, естественно, на рынку працы чекаются будовников и продавцов. Есть места для выхователей детских садков и медицинских работников. Среди обычных вакансий есть и такие, которые чекаются высококвалификованных специалистов. Например, судовых экспертов и провизоров. Довольно долго чекаются профессиональных инженеров-программистов. А, до речи, заработную плату пропоновуюсь добрую. Каля 900 доминованных рублев. Что текаво, специалисты означают, что прости и за все, знайсти место варталника, тива актера. Уладковать жадаючего часа могут за пару дзен, а то и годин. А калей квалификации беспрацовного не дозволяя знайсти доброе место, служба занятости допоможа с пера квалификацией. Запись трудовой книжки, что он токар, это не значит, что он токар. В соответствии с законодательством Республики Беларусь каждый наш наниматель должен принять судостоверение. То есть человек должен пройти обучение, человек должен получиться официальный документ. Согласитесь, какой бы мастер ни был, но, наверное, вы сапоги не пойдете заказывать человеку, который далек. Час для працевого откования не самый спрояльный. Однако улады с початку года знайшли место амаль для 5 тысяч гомельчан. Вольга Вальченко, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Предприемства Гомельщины протягивают активную уборку сельско-господарчих культур. У допомогу аграрам на поле выходит не только специализованная техника, а и студентские отрады активистов БРСМ, которые с энтузиазмом работают в господарках нашего региона. До речи, сейчас на Гомельщине дейничают не только сельско-господарчие отрады, а также медицинские, будовничные, педагогические, сервисные и другие. Об посильной праце юных помощников – репортаж Вероники Ворошилиной. Молодые, энергичные, мытанакированные и инициативные, минавито таки активисты Белорусского республиканского союза молоди, уже не первый год працуют на полях одного из передовых предприемств у наших региона – Уксу Брылёва. Всё лето тут заденечено одразу два студентских отрада. Один на уборце садовины, інший – у цеху по перепрацовцу Городнины. Кожный удельник сельско-господарчего отрада у такой працы знаходит свой особистый интерес. В целом же для господарки это отчувальная допомога. В летний сезон у нас возникает напряжённая ситуация по уборке урожая. И мы с удовольствием встречаем молодёжь у нас на производстве. Хочу сказать, что с каждым годом дети отличаются таким больше порывом поработать, более дисциплинированные, есть стремление заработать. Уборка огородненных культур – справа працаемка, однако посильная, признаются удельники сельско-господарших отрадов. Что день на полях господарки молодые люди в возрасте 16-18 годов проводят прикладно по 7 годин. Праца кожного з'их оценивается индивидуально. Чим больше урожаю сберёшь, тем больше заробишь. Далее же за месяц на сборы садовины можно заробить 300-400 рублёв. На перепрацовце Городнины – парадку 500. Однако, как показывая практика, грошовый эквивалент вабить молодь до працы у меньшей ступени. Мне нравится, что я могу сам зарабатывать на свои какие-то нужды. У меня здесь работает папа. И я рад, что я могу как-то помочь этому хозяйству, этому саду. Третий год за пар гостина примает на своей территории представников студентских отрадов БРСМ и Гомельский палацево-парковый ансамбль. Зараз над подтриманием у парадку без того догледженной парковой зоны тут по 3,5-годины в день працуют подлетки в возрасте 14-16 годов. И они складают отрады экологичной накераванности и займаются прополкой, тротуарного покрытия от травы, уборкой опалы и листоты и иншей подобной посильной працей. У целом же сё лето на Гомельщине у студентских отрадов БРСМ заденечено больше, как 7 тысяч человек. И они працуют у сельского спадаржа, медицинской, будовничной, педагогичной, экологичной и сервисной галине. Открытием этого года стал археологичный доброохотницкий отрад, у дельники якого вели раскопки на территории Речицкого района. Дарыча сирот наиболее потребованных на прамках, что от сельского спадаржа и сервисной, что тыжаться месячной заработной платы в студентских отрадах и она варьируется от 150 до 600 белорусских рублев. Межтым, окроме властно зарубленных грошей по выниках летнего працованного семестра, для левших в своей справе будут предугледжены приемные сюрпрызы от Гомельского областного комитета БРСМ. В этом году у Гомельской областной организации БРСМ проводится конкурс в объективе студотряд. Каждую неделю просим, чтобы нам присылали различные фотографии ребят, которые в студотрядах. Лучшие фотографии, которые наберут наибольшее, максимальное количество голосов путем интернет-голосования будут награждены специальными призами, подарками, преподведением конкурса «Трудовой семестр-2016». Вероника Ворошилина, Максим Славин, телер, радуя компания «Гомель». Гомель рыхтуется до Сожского карагода. Все лето Международный фестиваль хореографичного мастерства сберется БРСМ в восьмый раз. Палитра танцевального света обещает быть еще больше яскравой, чем ранее, благодаря делу экзотичных для нас коллективов. Подробностей в наступном сюжете. Ровно празд месяц город над Сожем гостин на пряме гостей уникального фестивалю. Мастерства знавцы стверждают, что по узровню видовищности танцевальных программ в Сожский карагод тяжко поровнать с некой иншей культурной падеей на усею постсоветской просторы. Высокое выканальницкое мастерство артисту – первое, что оценивает организационный комитет на первом отборочном туры. А тому, окроме уже звыклых для гомельчан коллективов с той же России, Молдовы, Испании, Армении, в списе чекаемых коллективы навод с далеких континентов. В этом году мы добавили номинацию – это фольклорно-бытовой танец. И это уже привлекло внимание многих стран, те страны, которые никогда не принимали участие. Своеобразная национальная фольклористика, хореография таких стран, как Гана, Нигерия, Кодзивуар, Шри-Ланка, Индия – они в этом году представят свое хореографическое творчество. Я думаю, что нашему народу это будет очень интересно. Программа трехконкурсных дюн будет селита уключать не только суместные и сольные выступления танцевальных коллективов. На что сдольные, так само покажут артысты театру «Огню». Аматеры спортивно-бальных танцев распрощаются у рейтинговым турниры «Золотая рысь». Меж тем самым запоминальным и яскравым, як плануется, будет церемония открытия Сожского карагода. Продумать и все до дробязи у задачи вопытного режиссера Петра Свердлова. Вот уже який год за парьон отказывает за вечернее шоу на центральном стадионе Гомеля. 30 хореографических коллективов только будет принимать участие в конкурсе, ну и в открытии, конечно же. Это и современная хореография, и народно-сценический танец, и эстрадный. Одним словом, и фольклор будет принимать участие. Одним словом, это вот такой калейдоскоп, масса ярких красок будет. Вечернее шоу у першый день фестивалю будет продолжаться прикладно полторы годины, яку концепция продуглеживая у дел больше, как двух с половой тысяч удельников костюмированного действа. Фейерычное шоу пройдя у супроводжения сучасных гуковых технологий и лазерных спецэффектов. Организаторы свята заполнивают глядачы на трибунах Гомельского стадиона убачить тое, что не бачили николе. В этом году свое творчество подарит и Московский театр танца «Гжель». Безусловно, уникальный театр, потому что, во-первых, у руля стоят заслуженные балетмейстеры Российской Федерации, которые являются лауреатами государственных премий. То, что еще наши люди не видели, не слышали. Ну и те другие коллективы, которые представят свое творчество в рамках открытия. Я думаю, что, безусловно, оно будет незабываемо впечатлительным, потому что это все-таки первый день царского хоровода. Александр Лупиненко, Наталья Игнатенко, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Поважанные глядачи, сегодня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 19.5.10 глядите перед выборной выступлений кандидатов у депутаты Палаты представников национальных асходов Республики Беларусь 6-го скликанья. С 19.1 до 19.35 вы увидите выступлений кандидатов по Гомельской центральной окрузе номер 33. А с 19.35 до 19.5.10 кандидатов по Гомельской советской окрузе номер 34. Нагадаем, выступлений кандидатов выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падей на Гомельщине. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин